Здравствуйте, дорогие читатели! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова подготовила обзор книг, посвящённых лету и каникулам. Среди представленных изданий есть произведения для разных возрастов и вкусов читателей. Лесли Полс Хартли «Посредник» Главный герой книги «Посредник» — 13-летний мальчик по имени Лео. Он проводит летние каникулы у своего друга Маркуса. Сам роман построен в виде дневника, в котором юный Лео описывает свою жизнь и учёбу в школе-интернате. Мальчик влюбляется в сестру Маркуса, красавицу Мариан. Она же, заметив его чувства, использует парня в качестве посредника, который передаёт письма фермеру, тайному возлюбленному Мариан. Девушка помолвлена с лордом Тримингемом, однако не любит его. Для неё это всего лишь брак по расчёту. Книга вышла в 1953 году, а в 1971 году по ней поставили одноимённый фильм, который получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. В своём произведении Хартли рассказывает не только о несчастной любви главного героя, но и показывает срез общества конца викторианской эпохи. Также автор пишет о таких проблемах, как взросление, отношения с родителями, социальное неравенство. Книга начинается со слов «Прошлое — это другая страна, там всё иначе». А дальше главный герой описывает свой дневник, найденный на дне красной картонной коробки. Этот дневник Лео подарила мама. Мальчик с нетерпением ждёт нового 1900 года, который бы открыл новый «Золотой век». Вот так Лео описывает это в своём дневнике. «1900, 1900, с восторгом распевал я. Когда старый век уже дышал наладан, я начал волноваться, а доживу ли я до появления его преемника. Я боялся пропустить нечто бесконечно важное — приход Золотого века. Только так и не иначе я воспринимал новое столетие. Во всём мире наступит гармония, и сбудутся мои сокровенные мечты». Следующая книга, о которой пойдёт речь, — это роман французской писательницы Франсуаза Садан «Здравствуй, грусть». Произведение вышло в свет в 1954 году и получило большую популярность. Главная героиня романа — 17-летняя Сесиль. Она была из богатой семьи и какое-то время жила в католическом пансионе. Затем, выйдя из пансиона, она переехала жить своему отцу Реймону. Действие романа «Здравствуй, грусть» происходит на Лазурном берегу, где Сесиль проводит каникулы вместе со своим отцом и его возлюбленной Эльзой. Однако вскоре к ним приезжает Анна. Анна была красивой и умной женщиной со своими принципами, что очень не нравила Сесиль. А Реймон полюбил Анну и решил на ней жениться. И с этого момента Сесиль всячески пытается воспрепятствовать их браку. Когда вышел роман «Здравствуй, грусть», Франсуазе Саган было всего лишь 19 лет, почти столько же, сколько и главной героине её произведения. Во многом образ Сесиль списан с самой Франсуазы. Она написала этот роман во время летних каникул и так же, как её героиня, провалила экзамен Сорбонну и занялась писательством. Описывая легкомысленный образ жизни Сесиль и её отца, Франсуазе Саган говорит о таком чувстве, как грусть. Произведение начинается со свихотворения Поля Элюара «Прощай же грусть» и заканчивается такими строками. «Но иногда на рассвете, когда я ещё и лежу в постели, а на улицах Парижа слышен только шум машин, моя память вдруг подводит меня, передо мной встаёт лето, и все связанные с ней воспоминания. Анна, Анна, тихо-тихо и долго-долго я повторяю в темноте это имя. И тогда что-то захлёстывает меня, и закрыв глаза, я оклинаю это что-то по имени. Здравствуй, грусть!» Юрий Слепухин «Кемерийское лето» «Кемерийское лето» — это психологический роман. Действие произведения происходит в 70-е годы в СССР. Главная героиня книги — 16-летняя Вероника Ратманова. Юрий Слепухин с особой наблюдательностью описывает переживания и проблемы подростка. В книге поднимается множество актуальных и в наше время вопросов. Взаимоотношения детей, родителей, первая любовь, поиск своего места в мире. Впервые этот роман был издан в 1978 году в издательстве «Советский писатель». Кроме «Кемерийского лето» у Слепухина есть такие романы, как «Перекрёсток», «Южный крест» и «Тьма в полдень». Первые произведения Слепухина были посвящены военному времени. А вот роман «Кемерийское лето» был издан гораздо позже, и здесь уже описывалась жизнь простых людей в мирное время. Книги Юрия Слепухина очень легко читаются. Автор ярко и красочно описывает героя своих произведений. Кажется, будто это реальные люди. «Кемерийское лето» в этом романе символизирует нечто непостоянное, приходящее. Таким и было «Короткое лето» 1969 года в романе Юрия Слепухина. Автор показывает образы героев через их внутреннюю речь и размышления. Вот, например, в одном из отрывков главная героиня романа Вероника рассуждает о своём детстве и юношеских годах. «Странно», — думает Ника, «вроде бы и не так много лет прошло, а детство кончилось». Приятно, конечно, чувствовать себя взрослой, но если всерьёз. Иногда вдруг делается и страшновато. А что дальше? Это ведь тоже не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд. Вернее, вопроса вообще нет. Если соглашаться на готовые решения, принятые за тебя другими, «А если хочешь решать сама, до всего доходить своим умом?» Ульф Старк «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» Книга «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» посвящена дружбе и каникулам. Главный герой произведения — мальчик по имени Ульф. Повесть во многом автобиографична. Ульф Старк, автор книги, посвятил её своему дедушке, который стал прототипом дедушки в книге. У мальчика Ульфа есть лучший друг Перси. Он весёлый, общительный и находчивый. Мальчики интересно проводят летние каникулы, играют в индейцев, купаются и читают истории про Буффало Билла, известного охотника на бизонов. В книге описывается и первая любовь Ульфа к девочке Пия. Также рассказывается и о поиске взаимопонимания между разными поколениями. Ульф, десятилетний мальчик, пытается найти общий язык со своим воршливым и сердитым дедушкой. Книга написана простым, ярким и образным языком. В произведении говорится не только о приключениях двух мальчиков, но и о жизни взрослых, об их проблемах и неудачах. Повесть Ульфа Старка разноплановая, и читатели любого возраста надуют мне что-то интересное для себя. Вот один из отрывков, в котором мальчики и дедушка, казавшиеся им слишком строгим, начинают понимать друг друга и находить общий язык. Дедушка рассказывает Ульфу и Перси историю про Буффало Билла. Буффало Билла я увидел в Лондоне. Он выступал со своим всемирно знаменитым цирком Дикого Запада. Они гастролировали по миру. Пока наше судно стояло в порту, я трижды ходил на представление. Даже продал цепочку от часов, чтобы хватило на билет. Рэй Брэдбери. Летнее утро, летняя ночь. Летнее утро, летняя ночь – это сборник рассказов писателя-фантаста Рэя Брэдбери. Всего в сборнике 27 рассказов, действия которых происходят в небольшом городке Гринтауне. Сборник является продолжением романов «Вино из-за дуванщиков» и «Лето. Прощай». Лето кончилось, большой пожар, всё лето в одну ночь, мисс Бидвелл, хлеб из прежних времён – вот некоторые из рассказов этого сборника. Один из персонажей рассказов – Дуглас Полдинг. Многие знают его как главного героя романа «Вино из-за дуванщиков». Одна из основных тем сборника – отношения отцов и детей, споры между поколениями, поиск взаимопонимания. В сборнике Рэя Брэдбери есть и фантастические, и детективные темы. В одном из рассказов под названием «Хлеб из прежних времён» автор ярко и образно описывает, казалось бы, забытые картины из прошлого. Главные герои произведения – мистер и миссис Уэллс. Однажды вечером они пришли в кафе, и тут мистер Уэллс увидел пеклеванный хлеб, и этот образ перенёс его в давние времена. Вот как об этом пишет Рэй Брэдбери. Вечерний сеанс, поздний час, безлюдное кафе, привычный ход вещей. От любой мелочи на него накатывали волны памяти. Запах осенних листьев или порывы ночного ветра могли разбередить душу и вызвать поток воспоминаний. Продолжение следует...